Это пульсня по скриптуму. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Сегодня мы продолжим наш разговор о бродвейском спектакле «Патриоты». Мы беседуем с корреспондентом газеты «Вечерний Нью-Йорк» Белой Гешгорин. Она побывала на спектакле. Вот вы спросили меня, жила ли я в той постсоветской России. Нет, не жила. Но сейчас-то мы смотрим туда с точки зрения того, чего смотрим. Двух страшных войн, того страшного небытия, которым грозит чудовище. Сейчас просто мы можем ядерным апокалипсисом, ядерной зимой закончить, но я не хочу к этому вести. Давайте все-таки я вот в какое русло поверну наш разговор. Белла, скажите, пожалуйста, у нас впереди на носу выборы? Неожиданно, да? У нас выборы. И вот не кажется ли вам, что все-таки авторы спектакля намекают нам о том, что нам тоже нужно внимательно выбирать и сделать правильный выбор, потому что нас может ждать то же самое, что в 90-е в России было? Честно? Нет, не кажется. Потому что если спектакль решает вопросы политики, он становится вульгарным и он становится ненужным. Я честно пришла на дневной спектакль, думала, что вечером будут ломать сцены, а днем будет посвободней. Днем все места были аккуратненько заняты. То есть люди идут в театр. Люди не идут туда, чтобы сформировать собственное политическое мировоззрение или поменять его, или над чем-то задуматься. Сказать честно, я такого посыла конкретно в этом спектакле не почувствовала. Это не значит, что зритель почувствовать его не может. У каждого свое восприятие. Бэлла, скажите, я прочитала, я на спектакле пока не была, но он продлится до 23 июня, и я еще успею посетить Бродвей. Чего вам желаю. Спасибо, спасибо. И, конечно же, Бэл, я хочу спросить у вас, я почитала отзывы, и многие пишут, что теперь я понимаю мысли, понимаю, что творится в голове у диктаторов. Вот да или нет? Коротко, потому что я хочу к другому вопросу сейчас более сложно сочиненному перейти. Можно ли понять теперь главного кремлевца, как он думает вообще, к чему он идет? Скажем так, я упомянула до этого Хану Орент с ее работой о природе зла. Чем страшно зло, оно далеко не всегда психоз, далеко не всегда шизофрения или какой-то там иной вид паранойи, делюзии, чего угодно. Зло бывает вполне логичным. Неспроста спектакль издевательствий называется патриоты. Почему патриоты? Потому что они искренне считают или говорят, что так считают, что они любят Родину и знают, что для нее хорошо. Если для этого нужно замочить кого-то, ну такова логика политического правления. То есть, опять-таки, как я не ставила себе задачу через этот спектакль разрешить предвыборные вопросы, так этот спектакль не добавил мне знаний о природе зла. Оно, к несчастью, существует. И оно, к несчастью, иррационально. Как, например, иррационален антисемитизм. Как его объяснить? Ну, дурацким мифом про распятие Христа нет. Животное, страшное, темное, непостижимое. С другой стороны, вот мы видим. Человек-зол, человек-дьявольский хитер. А он на пианино играет, он душевно поет Высоцкого. Какая диалектика. Да, кстати, в спектакле, маленький спойлер, на английском актер, исполняющий Березовскую, поэт Высоцкого. Если вдруг, оказалось, вдруг. И да, и кроме того, и еще и Терем он там поет, и очень хорошие переводы. Очень хорошие переводы. Пожалуйста. А Березовский как танцует, шикарно. Слушайте, я признаюсь вам честно, у нас такой душевный разговор получается, и я хочу вам признаться, что guilty pleasure для меня это смотреть, пересматривать и перечитывать все старые интервью Бориса Березовского. Во-первых, потому что он водолей по гороскопу, он родился 23 января и 29-го. А я 21-го, ну что мы будем с этим делать? Ну, действительно. Вот компания, а, Наташа? Да, как на подбор. И Березовский, да, он злой гений, да, он преступник, да, он действительно совершал очень много темных делишек, скажем так, но мне нравятся его мозги, мне нравится, как он мыслил, мне нравится, как он излагал. Может быть, где-то в глубине души он, конечно, хотел лучшего для своей родины, недаром он давал потом интервью дождю и так далее, в котором каялся, признавался в каких-то своих грехах. Но, к чему я говорю, я перечитала книжку человека, который находится под санкциями, хотя некоторые санкции с него сняли, это Петр Айвен, он написал книжку «Время Березовского». Я ее перечитала от корки до корки и поняла еще раз, какой все-таки Березовский гений, пусть и злой. А вот я до сих пор не верю в его смерть, в его самоубийство. Мне кажется, ему помогли. В спектакле как показана смерть Березовского? В спектакле смерть Березовского показана очень целомудренно. То есть на зрительские нервы не действует, никакой качающийся труп, никакие там насильники в масках. Актер Майкл Столберг сидит к зрителю спиной. И о его смерти говорится, вот так, знаете, как репетиционная читка в театре, свершилась. И это едва ли не более ознобно и страшно, чем если бы там что-нибудь такое вот показали. Как он погиб, можно только гадать. Депрессия многих убивает, но, как мы знаем, режим тот тоже хорошо в этом плане работает, продуктивно. Я считаю, это режиссерская находка. В какой-то статье Березовский умер. Зачем он это сделал? Я предпочитаю над смертью не зубоскалить, потому что это была очень запутавшаяся душа, очень измученная. И, конечно, чисто по-еврести Борис Абрамович тосковал о чем? О русских березках. Он посадил у себя в суреи березки, не надо. Он посадил березки. А почему писал Путину и просил, возьмите меня назад? Слушайте, он троллил, по-моему. Нет, вот как я представляю. Из того, что я прочитала, вроде как бы. Мне кажется, он троллил и патриарха, и так называемого Гундяева, КГБиста, и Путина. Вот мне так кажется. Он просто издевался над ними. Это в его манере. Вы знаете, может быть, но в любом случае. Вот неспроста у моего народа не принято показывать мёртвых. А Вуди Аллен? А? Ладно, не будем. Ну, действительно, у Вуди Аллен. У Вуди Алленов в комедиях показаны и гроб и так далее. То есть давайте, может быть, не будем. Нет, он смотрит на, знаете как, на смерть, что это продолжение жизни. Вот. Это философский вопрос, который, мне кажется, действительно... Философский совершенно с вами согласна. Драматургически, я считаю, этот вопрос был решён достаточно тонко, достаточно мудро. Но, как вы правильно заметили, мы тихонечко спойлерим то и дело. А я бы хотела рекомендовать зрителю... Будем бить себя по рукам. Да. Пожалуйста, вам слово. Я хочу, чтобы вы, то, что я прочитала... Вообще, я являюсь, давайте так, гулять-то гулять по буфету. Гуляем. Я являюсь поклонницей вечернего Нью-Йорка, читаю регулярно вашу газету. И прочитала вот вашу статью, и сразу возникла мысль. Позову-ка я Беллу Гершгорин в эфир и обсудим спектакль. Вы в своей статье пишите в конце, в конце пишите, что не пожалеете честно заработанный трудовой доллар, сходите на спектакль и, как говорится, культурно обогатитесь. Теперь обращайтесь к телезрителям, почему они должны посмотреть или не посмотреть спектакль. Прежде всего, ни мне, ни режиссеру Гулду, ни Питеру Моргану, автору сценария, никто никому ничего не должен. Но я делюсь радостью от того, что я этот спектакль увидела и обманулась в своих настороженных ожиданиях. Я честно не знала, что с этим материалом можно сделать, а с ним обошлись очень-очень творчески и очень хорошо. Это интересно смотреть. То есть, если вы любите театр, как люблю его я и вы тоже, вы, да, получите удовольствие от созерцания потрясающей, замечательной актерской игры. Я избегаю употреблять даже ненавистную фамилию Путина, но Уильям Кин, актер, нашел такое, чего, при том, что уже экраны нам что-то не давали о Путине, смотришь, мама, как он это делает. Знаете, как молодежь называет, я просто у вас, мы ограничены, знаете, как молодежь называет, вот это вот мама, как мы раньше говорили, вау-эффект. Вау-эффект. Спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, я знаю, что вы очень занятой человек, спасибо еще раз, что пришли. Спасибо вам, спасибо, Наташа, дай бог не в последний раз. Удовольствие, правда, действительно, общаться с умным человеком, это действительно дар небес. Я вам еще констатирую факт, спасибо вам огромное за внимание, уважаемые телезрители. Сегодня спектакль «Бродвейские патриоты» обсудили вместе с корреспондентом газеты «Вечерний Нью-Йорк» Беллой Гершгорин. Я с вами прощаюсь, до новых встреч.